всем привет с вами амри и мы продолжаем прохождение игры за юниверсием приятного просмотра прошлой серии мы немножко развились у вас появились фермы парк нам прилетели инопланетяне которые пытаются торговать с нами нечестным путем но мы на это не поведемся а также у нас появились соседи которые пытались сбросить у нас метеорит мы создавали такой же купол защитный чтобы этому противостоять так что с ними нужно быть поосторожней моли что они еще выдумают час у нас население 58 человек образование пока что нету а по технологиям сейчас изучается культура чтобы появились фамилии затем мы изучим все вот эти ветки которые стоят вот здесь только после всего изучена мы перейдем к образованию либо же сразу образование изучить дайте лучше сразу образование изучим до оба школы были и мы могли обучать наших граждан точно 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 а потом уже по этим веткам пойдем дровяная печь и система кранов затем пойдет прикорм и наживка исследовали культуру у ребят появились фамилии и в прошлый раз мы изучили завод по обработке камня и по обработке дерева чтобы делать кирпичи и доски надо их день впендюрить куда-нибудь куда-нибудь пендюрить обработки камня рядом с горой думаю будет лучше построить и рядом поставим хижину инженера чтобы в случае чего могли починить и завод по обработке дерева тоже сюда в пендюре а также рядышком склад то проще было перемещать ресурсы и складировать их хижина инженера хижина инженера как раз вот сюда войдет теперь наши граждане могут развиваться во все стороны и думаю лучше построить еще где-нибудь столовую вы граждане могли нормально питаться и ни о чем не волноваться а то мы всего лишь одна столовая на весь город мне кажется этого маловато не хватает готовой еды вот сюда впендюрем и можно даже третью куда-нибудь например вот сюда во всех частях города были столовые прихожане джинс ярости огненный император а матерасу планирует нападение даже тоже вы как меня ненавидите что я вам сделал негодяи придется снова строить купол куда деваться изучили образование и можем делать школы чтобы наши дети могли получать хорошие знания и развивать нашу цивилизацию нам всегда нужны ученые одну школу вот здесь детей у нас много так что минимум две школы будет а вторую вот сюда впендюрем у кого-то к нам просьба потушить огонь дома дорогой создатель а я пересвертал с растительными маслами в недавно построенной духовке и теперь готовлю все создатель помоги мне нужно больше воды чем я могу нести нужно потушить огонь в их доме награды получим трех верующих и сил создателя огня что-то интересное что за сила создателя огня аки где ты горишь а вот ну да сразу видно где дождик дождик дорог эх так много потратили ну ладненько зато наполнили все колодцы и потушили огонь дождик можно также блин увеличивать нет нельзя зачем я нажал я хотел посмотреть можно ли увеличить размер дождя из площадь покрытия раньше вроде можно было так делать сейчас похоже она точечно только капает ну ладненько пусть мои граждане хоть помоются нормально дождик они тоже классно организовали прикольно так выглядит завод по обработке камня и по обработке дерево построены на каждом работает по 6 человек и ребята крафтят досочки плюс кирпичики его постоянно приток кирпичей досок нам обеспечен изучили дровяная печь значит можно улучшать наши столовые потребуется очень много досок и кирпичей может построить дополнительные заводы это слишком долго не все делают может и правда это стоит того давайте это сделаем сразу же прям рядышком их в пиндюрим здесь и здесь думаю нормально все будет и когда накопим необходимое количество ресурсов начнем потихоньку улучшать столовые чтобы там работало больше поваров и могло обедать большее количество жителей так я сейчас подумал давайте они будут заниматься продовольствием и водным запасом потому что у меня есть министры пусть они это делают я же вроде все-таки как бог моя задача просто наблюдать и время от времени помогать а как они будут развиваться пусть решают сами метеорит метеорит через полторы минуты точнее через две вот сюда он плюхнется главное его не пропустить и не забыть кстати еще можно божественные силы вот здесь посмотреть вот эта ячейка тут гнев влиянием защита и создания то есть лес разведения дождик пойти перейдем защиту и сделаем купол с бомбардировка начнется ух успели вот негодяя вражеские постоянно теперь защищаться от них тут у нас есть огонь землетрясения метеорит на удар торнадо или кинез разряд радости пятая земля благословите землю чтобы ваши наггеты образовали на ней место для жительства а то есть указывать какую сторону не будет развиваться то есть строить дома и так далее купит дон это понятно хикстарт а хикстарт это скорее ускорение и плюс смена сезона когда у нас например зима не хватает воды можно сменить сезона чтобы наши граждане добывали воду ну или что-то в этом духе построили школу как детишки ходят сюда учиться получать знания правильно граждане учитесь учитесь нам нужны образованные дети чтобы в нашем мире процветало благосостояние а то все проблемы в незнаниях глупости и отсутствие хорошего образования накопили чуть досок и кирпичей давайте улучшать столовая разу и лучше а третью оставим рабочий пока столовая не приобрели вот так сейчас выглядит столовая есть куча запасов еды запасы ли всех кормят у нас благосостояние граждан увеличено все радуются никто не голодает начались выборы плюс изучили прикорм и наживка можно улучшить рыбацкую хижину следующее что мы изучаем это похоронные обряды чтобы улучшить кладбище потом растворы пестик чтобы уменьшить время приготовления медикаментов и наконец-то медицинский диагноз увеличивать продолжительной жизни наших наггетов на пять лет думаю это очень важно будет для наших жителей того они быстро не старели и могли спокойно развиваться далее идем по ветке усиленное убежище чтобы построить бункер затем складирование для улучшения склада там будет помещаться больше вещей а то на склады все забиты почти это нужно исправлять эти что-то на выборах еще для всех за предконтрацепции чтобы лечить скорость размножения и медицинская помощь сокращает время приготовления лекарств на 90 процентов но я думаю самое лучшее это запрет контрацепции чтобы резко вылечить размножение наших граждан водой еду на все в порядке следовательно можно не бояться за резкий бомб детишек нападение волков да где эти волки дурацкие сейчас молнии отжаху и всех идите сюда волчары где вы тут шляетесь только только покажитесь попадите сми на глаза улучшаем следующую столовую а к волчару волчару нашли стоять 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 волчара на тебе заранее их вырубаем и тебя он никто к нам не подошел и тебя тоже только выйди из леса и отступи от черепашки не хочу и черепашку затрагивать или зажигать тоже не хочу вова сейчас выходит выходит ну-ка давай давай это идея дерево готовимся огонь и вот так то точечные удары наносим инфекционная зона ну-ка ну-ка где там инфекция личное озера зараженная область зараженная область вот здесь а что здесь произошло мы убили волка это гражданин умер ну-ка стоять я там извлечение от сограждения избавились перна до труп отсюда утащить я уже не помню где кладбище кладбище где же ты зимой вообще абсолютно ничего не видно куда его скидывать этот трупак кашешу победил теперь у нас будет запрет контрацепции праздник проводить не проводить в принципе у нас много божественной силы давайте проведем я струб сбросил здесь еще труп валяется ну-ка ну-ка вова это гробовщик он куда-то относит труп а вот кладбище чё она как-то так незаметно стояла как трупик тебя забираем кладбище сюда скидываем засранцев исследовали похоронные обряды следовательно можно улучшить наше кладбище материалы есть значит улучшаем вот так выглядит улучшенная столовая больше рабочих мест и посадочных два человека работает четыре человека могут заседать обедать и давайте попробуем божественные силы испытать такие какие где тут святая земля да вот святая земля вот здесь поселитесь ребят я взглянем как они будут развиваться на этой земле и жена инженеры есть о как раз необходимо месте построил и точки тут набросали кто-нибудь по-любому поселиться и давайте лучшим рыболовный пирс уже пришла весна все оттает сейчас вода потихоньку заканчивалась но нам этого хватает 3 помп работает колодцы есть министр воды значит отвечает за свои поступки это хорошо когда у нас есть добропорядочные чиновники изучили раствор и пестик быстрее будем изготавливать лекарства перри изучается медицинский диагноз вот так у нас выглядит вблизи завод по обработке камня берут его там колбасят колбасят вот из него изготавливают как как там с досками а вот они как доски перерабатывают но прикольно то что они так продумали анимацию сделали очень красиво выглядит кстати я забыл открыть коробочку рискнуть не рискнуть давайте рискнем если что у нас много божественной силы можем справиться с любыми неприятностями открываем то там было нотр-дам честь проекта потому что и такое нефть да это нет плюс камушек ну принципе ничего страшного не было это хорошо эти еще метеоритики поищем топ собрать ящики пандоры метеоритик мы тебя нашли дик нам отправляйся в эпицентр это летающая тарелка где 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 нашли нашли не дам я похищать моих граждан пошли отсюда вон от никого не убила ребят кого-то похоже да убила простите граждане это было нечаянно и не хотел это случайная катастрофа граждане не сердчайте не бойтесь меня граждане не бойтесь я ж я ж добра вам желаю боли на как так вышло то случайно они меня теперь стали побаиваться а не любить изучали медицинский диагноз и наши граждане будут жить дольше на пять лет пока сейчас самому старому гражданину 48 офигеть причем это уже далеко не первое поколение да уж первое поколение быстро умерла печаль к где-то снова инфекционная зона а вот здесь она я смотрю исправим аллилуйя забираем трупик кладбище 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 и где же ты вот она улучшили его до второго уровня это сколько тут могил причем почти все разные забавно хочу их не сжигают вроде поставил задание сжигать может слишком медленно это происходит крематорий наш медленно сжигает негодяй ваши наггеты запрашивают руководство по недавней разработке ваша деревня вступила в контакт с небольшим кланом посторонних разведчик утверждает что видел как минимум одно копье это красный флаг необходимо принять решение с одной стороны если их сила возрастет они могут представлять серьезную угрозу с другой стороны установление здоровых отношений с ними может со временем оказаться прибыльным то нужно сделать давайте не будем с ними ссориться будем цивилизованными ребятами и пригласим их на пир племя было поражено вашей цивилизацией несколько посторонних решили остаться и помочь сделать его еще более грандиозным минус 10 еды плюс 3 самородка и счастье наших наггетов увеличилась следовательно я сделал правильное решение опять какое-то там задание последний экспедиционист дорогой создатель независимо от того что я делаю они отказываются брать одежду утверждая что ткани не листят их фигуре или чему-то еще я сделал все что мог чтобы найти одежду которая была бы приемлемой но достаточно возможно если зима наступит немного раньше чем ожидалось они наконец остановятся на одежде это неловко но мы еще не готовы к зиме на полную мощность получим 10 верующих и остановим лудистский тренд и сколько нам будет стоить смена сезона думаю очень дороговато попробовать не попробовать до зимы 300 очков и опять на меня метеорит пытается скинуть зима зима ай ладно или стоп нет точно у нас же еще девять минут запасе давайте подождем до конца пока не останется там одна минута и тогда приступим к смене сезона да не стоит торопиться лучше заранее подготовиться собрать еду набрать воду и быть во все оружие мне кажется нужно построить еще одно кладбище а то охват не хватает такого охвата но все наше королевство построим дополнительное кладбище а и больницу надо точно точно уже не хватает здравоохранения люди мрут как мухи давайте побольше болит лучше зафигарим ну и кладбище в добавок вместе с больницами две больницы и одно кладбище стать изучили бункер 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 стоит строить его или нет смысла я не вижу пока что но ладненько где-нибудь вот здесь углепим то было и сейчас самое главное построить кладбище 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 дайте у тебя впендюрить вот сюда давайте сюда до жители потихоньку здесь строятся в новом месте которая я им обозначил надеюсь что они дальше будут развиваться в этом направлении еды нам хватает воды тоже хватает плоды только полная но сейчас мы изучаем складирование следовательно сможем улучшить склад и расширить его осталось три минуты ладно давайте уже менять сезон зима наступай пончик пончик поник сразу все планета перевернулась и мы выполнили квест последний экспедиционист дорогой создатель становится немного холодно это заставляет меня в вид толстым ладно хотя восстановили нудинский тренд и все граждане ходят в одежде уже хорошо а то не задолбали листочками прикрываться и конечно не против этого но ребята так вы будете замерзать чаще граждане строятся еще здесь им не хватает хижины инженера надо исправить это упущение инженеры инженеры добро пожаловать в эту точку изучили складирование следующее что мы изучаем это геология но построить рудную шахту математика чтобы улучшить инженерную хижину и биология для улучшения госпиталя будут быстрее лечить граждан больше трав вместится и увеличится скорость приготовления их затем конечно же изучаем подъем тяжестей и ланагетов плюс 2 за это мы потратим почти все очки открытием но сила всегда нужно гражданам чтобы они могли побольше перетаскивать вещей после всего этого мы изучим антисептики увеличим продолжительной жизни нагетов еще на пять лет испытанный метод втирания грязи в раны оказался удивительно неэффективным для предотвращения инфекций ученые теперь обратили свое внимание на поиск более гигиеничного подхода вот и правильно граждане гигиена всегда важно вот и склады давайте сразу все склады улучшать метеорит через две минуты пролетит вот сюда божественная сила у вас есть опасаться гражданам нечего мы их спасем метеорит приближается упал защищая наших граждан и мы противостояли дурацкому нападению и кстати у нас уже 107 жителей ого-го неплохо неплохо такое большое количество граждан в нашей деревне хотя деревне уже не назвать полноценный городок правда еще первобытный но медленно верно мы развиваемся в нужном направлении цивилизации помп становится все больше и больше министр воды справляется со своей задачей следит за качеством поступления водички и опять новый сосед появился насколько можно уничтожить не уничтожить пока они не построили свою башню зелененькие человечки ладно пусть они живут не будем с ними воевать мы цивилизованные граждане будем развиваться мирно и успешно вкладывая всю свою силу в развитие науки вот так выглядит расширенный склад в него умещается уже 300 единиц товаров раньше было 150 или 100 всего 150 до и мне кажется нужно построить дополнительные складики а то 3 как-то маловато на весь город да они здесь сосредоточены а мы расширяемся еще в эту сторону значит и сюда что нить вляпаем то мы там геологии изучили и можно построить железную шахту о железо будем добывать железо добывается вот этих зонах мы видим сколько его всего здесь находится раз ближе гарем есть есть дорожка и вот здесь она есть значит куда-нибудь сюда на в пиндюрить здесь большое количество железа но не так далеко от нашего центра думаю здесь будет самый раз между двух дорог она здесь будет проходить другая здесь как-нибудь все-таки зацепиться и рядышком нужна хижина инженера того случае чего могли починиться и дюрем ее вот сюда кстати говоря мы же можем улучшить наши водяные помпы давайте этим займемся по министр воды как-то забил эту задачу оставим две работающих остальные будут улучшаться рыболовный пирс тоже улучшим вот так он выглядит теперь здесь может работать две лодочки одновременно и может быть построить дополнительный рыболовный пирс хотя еды хватает но почему бы и нет кстати говоря это не хватает инженера сюда ну да ладно думаю министр продовольствия справится самостоятельно не будем лезть в его дела части граждан понижается уровень средний благодаря заводам и кладбищам а также гарнизону надо делать парки 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 парк купидона ну давайте создадим парк купидона где-нибудь надо в пиндюре вот здесь есть местечко раз сюда и куда-нибудь куда-нибудь еще надо вот здесь 2 и 3 в новом районе развивающимся и 3 вот сюда теперь гражданам есть где отдохнуть повеселиться и также уменьшаем углекислый газ в атмосфере хотя его и не так много но все равно нужно заранее готовиться непредвиденным обстоятельством очередные выборы кто там у нас медицинская помощь ускоренное обучение и запрет контрацепции всегда голосую за скорость размножения больше граждан тем лучше изучили математику и можем улучшать теперь наши инженерные хижины там будет больше рабочих и по идее должен еще увеличится диапазон в котором они будут работать но необходимо железо железо у нас пока что не имеется чего не празднуют так а в чем праздник то заключался ребят ну такой отпраздновали может свадьба какая-нибудь была их его знает там железная шахта во почти то делали молодцы может сразу две построить железных шахт и она уменьшает счастье плюс криминальная обстановка повышается и берет на себя 10 воды принципе нормально ничего страшного вот я пиндюрим вот сюда и рядышком а нет не может пить 9 на горе ладненько ладненько пусть пока одна будет если что потом исправим выборы выиграл уба фэс который выступал за запрет контрацепции скорость размножения плюс 25 но счастье понижена и кстати у нас очень низкий уровень счастья а я ей ей это уменьшает скорость исследования вероятность травмы повышается и генерация очков создателя тоже уменьшена важно сейчас по идее должны парке доделать и все будет хорошо как там железом дела добывают железяки молодцы молодцы добывайте добывайте ребят леза нам очень понадобится и можно еще построить парке парков много не бывает и что это будет приводить очень много воды но здоровье и счастья моих граждан гораздо важнее везде их распихали ей граждане это оценят изучили биологию и по идее можем улучшать госпиталь но здесь тоже требуется железо плюс еще изучили подъем тяжести который что нам дал и лагетов да нам нужно много железа ладенько ладненько ладненько эти пока на этом остановимся вот такой мир мы успели создать так быстро они развиваются расширяются министры нормально так работают свои задачи выполняют еда есть вода постоянно пополняется колодцы строятся помпы тоже получаясь так что все у нас в ажуре мы теперь делаем доски с кирпичами есть производственный такой цех добываем железо но мне кажется одной шахты маловато слишком медленно идет производство нужно где-нибудь здесь построить дополнительную либо вот здесь пока не знаю дорожка будет здесь протянуто или нет пока неизвестно у нас уже сменилась куча правителей первое поколение вообще все полы умирали граждане теперь полностью в одежде не осталось ни одного экспедициониста но какие-то у них тоже не слишком закрытые одежки но что поделать это античность есть так принято у нас появился новый сосед где он кстати давненько и не смотрел за ним изгнанники изгнанники вот вот здесь поселились зелененькие изгнанники надеюсь хотя бы они будут ко мне относиться более благосклонно не станут посылать свои дурацкие метеориты это я начну ответные действия сброшу на них какой-нибудь метеорит либо сдам землетрясения метеоритом скорее всего я ничего и не сделала на землетрясение по-любому должно нанести какой-нибудь вред что ж пока у нас такой мир небольшой хотя уже прилично так развились расширились уже даже из космоса видно нашу цивилизацию а на этом я пока заканчиваю данную серию всем спасибо за просмотр с вами была мри до скорых встреч